Сергей Виталий, с возвращением вас домой. Завершился первый тренировочный сбор. Каким он получился? Я считаю, что очень хорошо поработали. Всю программу выполнили, которую запланировали. Практически никто из ребят не выпал. Сейчас задача будет тех, кто чуть-чуть отстал их, подтянуть. Просмотрели новичков, собрали по ним всю информацию. В целом, я считаю, что придется пару позиций усилить. То, что планировали, все прошло без нареканий. Общались мы с ребятами, говорили, что действительно было непросто в этом году, именно на первом сборе. Почему так было запланировано и в чем отличие от этой предсезонки, именно с точки зрения физических нагрузок? За дни у меня всегда хорошо работают. Первый сбор, надо заложить функциональные возможности, подготовить организм для игры в футбол. Чтобы играть в футбол, надо заслужить. Поэтому, в целом, я очень рад ребятам, я очень рад молодыми, как они работали и атмосферой в команде. Кстати, как Демченко и Ложкин, как они выдержали нагрузки? Ну, были одними из лучших. Я скажу, я поэтому реально так где-то и удивлен, пораженный тоже. От всех не хочу даже кого-то выделить. Все ребята отработали на 100%. В целом, можно сказать, что с первым сбором команда справилась именно с задачей выдержки нагрузки? То, что я планировал, я даже реально, я в плане всей работы, даже приятного удивлен, потому что ребята очень старались, очень. Все хотят доказать, все хотят играть. У нас строится новая команда. Более молодая, более быстрая, более, я думаю, амбициозная. Поэтому... Тем не менее, без травм не обошлось. Тот же Вергейчик и Ляха, они вообще ни одного матча не сыграли. Ну, Вергейчик получил травму еще в начале, еще в Минске получил. Он там начал восстанавливаться уже, приступил к беговой работе, потихоньку ребят догонит. Я знаю, что Кирилл тоже хочет себя проявить, понимать, что в том году не все у него получилось, и он себя до конца не реализовал. Поэтому моя задача ему помочь. И я думаю, он наберет лучшие свои кондиции и поможет команду. Что можете сказать по поводу того, как выглядела команда в контрольных спаррингах, непосредственно в игре? Я вообще эти спарринги, вообще, как бы, не планировал. Просто у нас были новички, надо было их посмотреть. Та информация, что у меня была по тренировкам, это одна информация. То, что я увидел в игре под этими нагрузками, до меня нет никакой такой, там, паники или еще что-то. Да, мы пропустили четыре мяча, но практически, ну, там залетело все, что можно. Мы увидели наши проблемы. Но мы также и создали очень много моментов, что в первой игре, что во второй игре. Мне нравится, что ребята бегут, ребята, как бы, принимают информацию. Вот это для меня важно. А результаты на данном этапе безразличны. Можно предположить, что именно защитников, в первую очередь, вы сейчас рассматриваете, как потенциальное усиление? Ну, вы же сами видите, у нас практически все защитники ушли, остались наши воспитанники, это Швецов, это Саша Чиш, потом Родионов, Халя. Все ребята, которые я очень хорошо знаю. Ничего страшного, они поиграли, посмотрели, хотя по теми нагрузками, что они играли, эти ошибки, они закономерны. Какие планы у команды на недельный цикл, который запланирован здесь в Минске? Ну, здесь мы сыграем два матча. Наша задача поддержать тот уровень физической подготовки, что мы заложили в Сочи. И, как бы так, перезагрузиться и уже ехать в Турцию в таком уже сбалансированном. Плюс приедут тоже ряд новичков, которых надо будет посмотреть и собрать информацию. И уже в Турции я хочу работать уже именно в полном боевом составе. Вы будете ждать болельщиков в субботу на первом матче? Конечно. Большое новое время, я думаю, они тоже заждались. Мы ничего скрывать не будем, нам нечего скрывать. Пускай, не пускай, мы очень хотим, чтобы они пришли, поддержали ребят, поддержали команду. И реально у нас строится новая команда, новый коллектив. И много наших воспитанников, много молодых ребят. Всех ждем на футболе. Спасибо большое.